представьтесь как зовут вас я форман алексей борисович так у нас добровольное интервью сразу говорю вот моего удостоверения моя пресс-карта я понимаю вам уже рассказывали да что у нас это то есть это под запись происходит это будет опубликовано вы это понимаете вы согласны согласно почему соглашает хочется хоть как-то зовете себе что здесь говорите пожалуйста громче потому что даже меня без микрофона будет слышно лучше я понял чем вас микрофон если вы хотите заявить дату заявляете о том что вы здесь только делаете это действительно уверенно как-то и нормальным голосом вот они выглядело как будто бы вас тут зайцы заставил с нами разговаривать потому что нам например от этого не холодно не жарко что с нами разговаривать он таких как вы еще 100 человек ну просто даже физически не успеем совсем илья алексей алексей дата рождения 2 февраля 98 год и откуда вы где проживали последнее время последнее время проживал поселок нижний лоо старе мурманской области так алексей где вы служили звание должность воинская часть 08 до 75 лейтенант медицинской службы командир приема на сортировочного взвода прием на сортировочного взвода до кого должны были принимать сортировать раненых и вы отправились в украину по по приказу не по приказу когда 6 сентября 6 сентября вы знали что происходит уже к 6 сентября понимали куда вы едете что что вообще происходит что происходит куда вы ехали ну я думал я еду на войну как врач заниматься спасением раненых военнослужащих это не так произошло по факту по факту так происходило буду я уточнил ваша мать работает санаторий серебряный раньше работала все так ну и по факту вы таки за ней попали на войну в качестве санитара в качестве военного врача военного врача вот а я об общем говорю положение дел что происходит что по вашему происходит с 24 февраля нам говорили что это специальная военная операция деностификация демилитаризация мы в принципе знаем что вам говорили это все уже знают то есть я хоть раз интересовался а что по факту по факту просто бесполезная война почему вы пришли к такому году потому что очень много людей умирает на ней я должен сказать что вам вы так сидите да просто мне вы можете так сидеть просто нога серьез серьезная травма поэтому алексею сидеть видимо не очень так по факту да вы правильно говорите бессмысленная война гибнет очень много людей и дали тому подобное а кому это выгодно зачем в чем смысл причин может быть очень много то есть это геополитическое влияние вряд за не оружием то есть показать всем что нас стоит бояться действительно причин может быть очень много и они все могут быть правдивыми а вот какой склоняйтесь как раз таки потому что их очень много посмотрите на она вы склоняетесь к тому что причин очень много и никакой конкретно из них вы не смотрели ну да хорошо давайте тогда с вами так вот подумаем одно государство пришло на территорию другого государства вот что вы думали о украине до этой войны страна сосед страна сосед зачем идти на территорию страны соседа с оружием как вы сказали бряцать оружием ракетами танками и всем прочим в чем смысл опять же из-за причин которых я озвучила ранее но вы ничего не озвучили по факту ранее вы сказали просто геополитические причины чтобы нас боялись давайте разбирать но этому это может быть территории это может быть люди это может быть авторитет это уже ближе это все может быть как бы вместе но мы в данном случае видим попытку захватить территории разве нет только захватить но и признать их своими тут же курсе да так что так на что это больше всего похоже аннексия попытка захвата территории да верно так и есть вы знаете как происходили военные действия начиная с 24 февраля в общих чертах ну в общих чертах расскажите что это мы зашли колонны как на парад верно получили как они не вернулись чисто вернулись да в основном вернулись огромное количество потерь первые месяцы на так там уже начались массированные ракетные удары и фронт более обобщенный не совсем не совсем так не совсем так массированные ракетные удары начались сразу же вместе с тем как заходили эти колонны тут так гремело все да в любом городе украины но я так перечислю города в которых гремела точно и гремит по сей день в харькове киев любовь киев слава богу всего несколько прилетов туда было в киеве гремело все просто на протяжении месяца просто гремел вот ты вот я находился у себя дома ваши танки были в 11 километрах от моего дома последний раз ехал по трассе даже засек специально там где все разрушено развалено дома развалины просто или важно и ты находился в киеве и я находился в киеве я не понимал уже просто где гремит насколько это близко от меня в метре в километре в ста метрах то есть гремело все и постоянно так было ну как минимум месяц это происходило а в харькове например это происходит по сей день постоянно вот я хочу у вас спросить вас высшее образование если это защита русского русскоязычного населения как бы но также подается на так подается да в чем смысл стирать лица земли харьков это какая-то новая методика по защите русскоязычного населения потому что харьков он как раз преимущественно русскоязычный почему они это делают то же самое запорожье николаев не больше думал что это запугивание мирного населения когда вот здесь оказался уже много чего показали рассказали думаю больше что это запугивание мирного населения чтобы она уходила потому что бомбят инфраструктуру дальше университет и школа то есть чтобы населению было некомфортно жить и страшно чтобы она уходила из харькова на кошмарить до бесконечно кошмарить население мы это тоже так понимаем но это никак не защита русскоязычного населения не защита не защита и никак не нософикация очевидно может быть это демилитаризация не похоже тоже не похоже может это геноцид показать вам их сгумацию тел показывали под харьковом изюм изюм купянск недавно ваши же снимали на телефон как они бросали людей оказывали братские могилы эти телефоны потом там же и забывали не первый случай уже даже российские журналисты уже нашли таких специалистов которые забыли у нас телефоны естественно что хозяин телефона его разблокировал все видео опубликовал российские журналисты этих людей нашли они все признают но они вернулись в россию те которые рассказывали о своих преступлениях так в чем же отличие от действий нацистской германии во второй мировой например чем отличие германия работала более целенаправленно по нациям а тут ракеты просто в города пускают кому прилетит кому не прилетит если германия целенаправленно заходила в дома искала евреев сгоняла их лагеря загоняла и в газовые камеры потом опять же также хоронила тут просто попытка скрыть следы так я понимаю а в советском союзе ну разве не уничтожалось точно так же обыкновенное мирное население кроме евреев разве не было тех же попытка попыток захватить города помимо евреев я понял на были население я понял вашу мысль до переселение народов все такое смысл в том что тут в данном случае не ставится акцент на какую-то определенную на нацию просто уничтожить просто захватить и все действия делать для того чтобы захватить собственно говоря то о чем вы говорите кошмарить вот это мирное население на протяжении этого времени это попытка сломить дух людей но люди они сначала поняли кто есть кто из кто правильно потому что довольно лояльны были к россии тот же харьков довольно лояльно даже с учетом четырнадцатого года многие были довольно теперь уже все теперь уже с лояльностью покончено ну давайте тогда к вашей истории собственно говоря я кстати перед разговором пока дима записывал номера я понял вы сами в харькове родились на и прошел полтора года уехал в россию совсем маленький всего полтора года а и в россию вы переехали дальше а где вы жили в россии кострома кострома я смотрю у вас украинцы нет отец только но потому что прописки у меня я думаю есть интересный вопрос им задаваем тоже вас интересная специальность не специальности точнее должность командир приемно-сортировочного взвода расскажите ваши обязанности у вас такого не было спросил на первых секунд нет ну именно в практике это я слышал тогда я хочу дойти постепенно но мы и так тогда еще один вопрос вы лейтенант вы в этом году выпустились да вы закончили все пять лет или 7 все шесть лет все шесть это недосрочный был выпуск это недосрочный выпуск вами ну расскажите про вашу боевой путь в таком случае боевой путь занимался оказанием первой медицинской помощи сортировкой эвакуации это 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 общность можете рассказать я приехал тогда-то туда-то там происходило то тогда чтобы мы понимали историю хорошо кино же будут снимать надо было 17 числа я приехал поселок который находился под купинск узловым где непосредственно начал выполнять свои обязанности то есть я бы мы забирали раненых оказывали им первую медицинскую помощь и отправляли дальше по этапу перебью а вы из какой части приехали ну это у вас медицинская часть нет есть медрота а в каждой части я каждая часть есть медрота от какой части вы служили ну 200 это стрелкова это далеко она находится мурманская область это сколько вы летели летел из мурманска до москвы потом на поезде сколько часов часа три лететь ну примерно где-то чуть меньше два с половиной а потом на поезде сколько часов восемь три часа на самолете восемь часов а потом еще пересадки а потом еще на автотранспорте и все для того чтобы приехать в страну в которой вы когда-то родились отчасти у вас сколько много людей сейчас меньше вот это тоже не интересно сколько было до сквец операции вы были курсантом когда она началась вас выписали до начале лета на вот в распределили вот сколько числа на счастье по штату или по списку там вообще количество тысячи чем на больше 2 с половиной с половиной а сколько вот когда вас отправляли части были уже 200 300 по любому на но не очень я не могу назвать по цифрам ну не считал 10 человек серьезно не могу сказать знаю пару случаев и все численность уменьшилась да потому что кто-то увольняется кто-то а что является причиной основной уменьшения численности увольнение или все-таки увольнение увольнение да немного уволилась да но с двух с половиной тысячи сколько в части людей доставы две с половиной тысячи осталось а было было на треть больше но треть убавилось количество рубеж мы докопали здесь то есть было грубо говоря три с половиной тысячи стал из-за в основном здесь не 200 и 300 люди сами уходят резонный вопрос вы знаете что она чего вы не уволились нарушение условий контракта и чтобы вот чем в этом родил опять же кредиты и сложности с устройством на работу а кредитов у вас много было нет у меня нет кредитов а почему вы говорите кредит то есть нарушение условий контракта то есть возвращая все эти деньги которые государство потратило на моего обучения опять же опа это новый эпизод за квартиру знаем должны вернуть деньги но если вам дали ипотеку по квартире за вас государство выплачивало вы должны вернуть это мы слышали обучение обучение ну то есть обучение в военном вузе она как бы бюджетное но если там тебя отчисляют или ты сам отчисляешься или через пять лет после выпуска нарушаешь условия контракта там увольняешься то нужно возместить стоимость обучения полную стоимость обучения за пять лет ну да и что это за цифру где-то миллион примерно где-то примерно миллион то есть надо а есть какой-то срок службы которые вы должны отслужить для того чтобы вам этот миллион не выплачивают или лет пять лет пять лет контракт нужно служить после этого а если вы после этого продлили еще раз контакт вы уже можете его расторгать и вам уже не придется выплачивать но это все равно штрафы за нарушение условий контракта какие вам не знаю не знаю миллион это 16 долларов внушительную цифру подготовить офицера стоит 16 тысяч долларов ну типа это кормить оценивается до кормить одевать обувать обучать обучать обучайте все что с этим связано что дима говорит понятно да ну и в общем а если бы от вас вернуть назад вы бы знали бы все наперед еще раз бы поехали не поехал а чтобы сделали уволился бы нам поехал то есть вот миллион бы вас уже не напал понятно как вы думаете вы оккупант или нет сейчас мы понятно уже пленные вот пребывали вы последнее время до того как попали в украине в качестве оккупанка себя я рассматривал как военного врача это понят я не про субъективную то есть местное население было 50 на 50 1 рада другое не рада себя как панта мы не рассматривали понял вы рассматриваете украину как независимое государство да вы пришли сюда с оружием да это делает вас оккупантом да почему вы говорите что вы и я понимаю если говорить о вашем субъективном как вы там себя рассматривали рассматриваете может быть вы себя таким не считали но я говорю с субъективной позиции я понял вас субъективной позиции да с офицерами легче не со всеми не совсем не совсем да и вот ваша собственно говоря история где дима нас перебил где вы начали рассказывать о том что вас собирали отправляли когда это было как дальше что происходило дальше просто 17 сентября я выполнял свои служебные обязанности а куда вы приехали от купинск узловой вот да вот на этом месте подкупинск и что вы там увидели что там происходит я отвечал за три роты за три роты то есть они изначально были не полный состав ну где-то человек 100 сумме под конец конец через два дня ну после того как меня взяли в плен то есть это где-то недели недели полторы там оставалось по десять человек в каждой роте о чем это может говорить ну о потерях на потерях а как происходили эти потери вы видели ну то есть я понимаю что наверно в том месте где вы были там боевые действия не происходило 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 были какие-то прилеты да как часто что прилетало 21 числа ночью ну 21 числа днем то есть и миномет накрыл мою стоянку то есть ну тогда нас было пятеро и никого не ранило там с 21 по 22 число ночью опять же миномет танк накрыл нашу вторую стоянку там еще одна рота к нам на ночевку подошла два человека умерло у меня на руках вы пытались предоставить им помощь а какие у них были ранее сколочные просто осколочные ранения на одного грудь и другого в живот и ничего сделать мы не смогли погибли на еще один философский вопрос или общий вопрос а за что эти люди погибли как вы думал вот как вот для себя вот это объяснять или как это должны объяснить родственники их себе и ладно давайте без роз вот как вы себе объяснять за что они погибли если бы вы погибли были бы на их месте это же вполне возможно предположим за чтобы выпадить разве погибают за что на погибают и погибают ну смотря кто так вот ну смотря кто есть люди которые за что-то погибают например наши бойцы они идут защищают свою землю это их цель если они гибнут и дети знают что папа защищал и детей их дом ну вот нашим скажут что они как герои погибли на специальной военной операции это ведь неправда защищая интересы россии может им скажут я понимаю но это ведь неправда вы же то понимаете что это неправда ну я вот хочу понимаете зачем эти интервью вообще делаем на чтобы меньше людей сюда ехала верно вот я хочу раскрывая вот так подобные темы в разговоре с вами чтобы может быть эти люди послушали и услышали они слышать это должны не от меня потому что я это могу пересказывать вот так по кругу я хочу может быть попытаться чтобы это сказали вы я намекну например если то все о чем мы говорили о том что была оглашена какая-то специальная военная операция о том что заявленные цели этой специальной военной операции как мы выяснили это полная чепуха и ничего на самом деле получается что они погибли ни за что просто так они погибли за планы одного человека который по моему мнению страдает серьезной формой какой-нибудь шизофрении в общем у него с головой сильно не в порядке не лады они погибли за идеи этого человека но на это топово за идея лидера потому что многие из них если бы их год назад спросили не желаешь ли ты погибнуть за город купянск небо ответили нет я думаю что они бы пожестче ответили ты больной а город купянск это вообще где город купянск это зачем что не ну он теоретически мог бы знать хотя он в харькове прожил полтора года но удивление вы знали город купянск нет не знаю почему же вы вдруг должны погибнуть за город купянск я понимаю хорошо еще вопрос у россии мало территории своих достаточно россия уже на всех своих территориях порядок нового все там уже все хорошо все заселено цветет и пахнет дороге везде сделаны школы везде сделаны туалеты везде сделаны и не знаю железнодорожные путя ну просто красота да вот в россии нет так как они могут идти освобождать соседнюю страну которая по сути по сути это я уже просто знаю более гусь гуще заселена инфраструктура лучше развита газ каждом селе интернет в каждом селе люди живут нормально что россия хочет принести нам сюда в качестве освобождения объясните мне если вот вот так со слов русский мир блин но я понимаю что со слов русский мир а что это такое власть хочет принести но власть хочет принести что это вот вы как россиянина вот попробуйте мне вот объяснить что это такое я может пойму опять же защита своих территорий чтобы никто не ставил ракеты близко но финляндия швеция до вступают ставят близко уже все сто километров до питера что почему это никак никого не взволновало потому что это не поднимается ну так давайте не говорить о том что вам там говорят по телевизору и что они не поднимают предпочитают не поднимать а фактах каких-то лучше что такое по-вашему этот русский мир закон язык так язык вот говорю харьков русскоязычный город бомбят 8 месте не канает все просто не канает николаев запорожье то же самое но частично русскоязычный частично украиноязычный это вообще никого никогда не волновало басня про язык сегодня не канаде потому что обстреливают русскоязычный дальше что какая культура что имеется ввиду под словом культура это вообще интересно россия много многонациональная страна и какую культуру хочет принести я не понимаю да мне тоже интересно может буряты хоть хотят нам принести культуру ворование унитазов плохая культура я не знаю но они уже но они вот ее отнесут нам потому что они выезжали из-под киева на автомобилях загруженных унитазами реально не только унитазами вообще всем что можно туда загрузить вы видели эти фотографии на как вы думаете это фейк не похоже как вы можете объяснить вот вы человек с высшим образованием как можно оценить и прокомментировать действия вашей армии которая вырует унитазы которая по сути стоит 50 долларов новых магазин это позор то что это позор это понятно для каких целей вообще делать для личного обогащения людей которые служат в армии вы понимаете весь мир с этого просто надо было нам написать парни вышлите унитазов вы выслали серьезно выслали унитазов плазм бы выслали еще чего а вот зачем же ракетами электрочайники расскажу я думаю это прикол электрочайники без подставки да я слышал кто-то полил чайники на этом может кто-то записал специально такой прикол уже до такой степени что они не понимают что чайник не надо ставить на огонь на огонь пластиковый нет то что крали чайники без подставок это как бы правда их реально крали чайники без подставок чайники крали а подставки оставляли что они их потом еще на газовую плиту ставили блин это возможно вообще вскипятить так чайник нет ни воз чайник так вскипятить невозможно возможно что они так ставили что они так делают вряд ли я тоже думал тогда ответь мне на вопрос зачем когда оккупанты врываются в какие-то дома ну типа школы где есть туалеты они роют ямы и ходят на улице потому что канализация не работает работала работала да и видео есть вода вода есть все работает они там живут туалет ходят на улице живобытно общинный строй ну да но это же не придуманная история не это было правда было бы вы были случаи когда врывались жили вот здесь же под киевом в хороших коттеджах хороших частных домах засирали все так там но это как раз после этих полутора-двух первых месяцев что люди показывали ты просто так за голову брался потому что но это не люди люди так не живут люди так себя не ведут ну вот это вот российские военные ну да впрочем ладно мы открыть листу можете больше немножко деталей каких-то рассказать о военных тайны не спрашивают ну вот у на руках у вас умерло два человека что еще было что еще было указывал медицинскую помощь делал перевязки по часто эвакуировал где-то человек 20 отвез куда отвезли передал следующему врачу а у вас хватало рабочих рук медсестер не знаю санитаров до хватало сколько их было у вас помощников на самом этапе эвакуации нас было трое достаточно было до этого этого было достаточно так дальше что происходило дальше я попал в плен утром 23 числа сентября как это произошло ехали на мтлб нарвались на диверсионно-разведывательную группу они нас стреляли из леса водителя убили сразу радиста дальше там было дальше мы съехали с дороги сбили столб врезались в гараж кирпичный когда сбили столб меня тащила на капот ну и зажала между металлбей и гараж кирпичным много то есть все кто могли уйти ушли я остался ну вас взяли в плен вы наверное сразу же увидели нацистов или натовцев я думал намного хуже будет почему то что нам говорили кто все прелести украинского плена описывали описывали и в каких формах или в каких словах ну расскажите что значит конкретно ну допустим врач которому я приехал ночмет лично видел случай девушки с запененным влагалищем прямой кишкой ротом монтажная пена где видел ну ему привезли медроту привезли человека такого медроту привезли человек откуда она живая была она скончалась а зачем привезли в медроту человека на медроте скончалась в медроте давайте с вами как врач с врачом подумаем сколько надо человеку чтобы скончаться от того что ей запенили рот и влагалище сколько времени вот я вот возьму сейчас давайте не так чтоб без всяких этих без жестокости запенили человеку рот сколько он проживет ну если он может носом дышать не пить не есть но максимум дня три дальше если человеку в монтажную пену в сам долить в рот он умрет секунд через 180 там не знаю 300 минут через 5 его разорвет это души естественно потому что ухо горло нос а значит как работает монтажная пена она расширяется за естественно если вам в рот задуть сейчас монтажной пены вы не проживете и пяти минут как и я как и он естественно объясните мне что это за хренатень такая принесли женщину с запененным ртом и влагалищем и как ее могли довести живой он не рассказал а он вам рассказал давайте думать дальше мы с вами как врач с врачом думать дальше женщине запенили рот просто этот фейк дебильный он ходит по всем российским пабликам по всем понимаете ходит никто не ни одной секунды не подумает сколько человек может прожить запененным ртом понять что по монтажная пена блин меня это тупо бесит дима ёб монтажная пена за задуй человеку в рот монтажной пены сколько он проживет ну и у него или голова сразу лопнет или или минут пять может быть в лучшем случае какие-то фото видео ну это же идиотизм ну что зачем зачем вообще это делать кому это нужно но теперь давайте представим взяли укра нацисты как вы их называете запенили женщине рот и влагалище она бедная лежала 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 до непонятно сколько времени пока не пришли прекрасные российские солдаты не освободили не эвакуировали ее врачу вашему коту везли ее хрен знает сколько и вот он это ее видел лично своими глазами и она умерла у него на руках вышел невменяемые там все что ли вы не можете себе прокрутить эту картинку что она просто тупо невозможная я понял я не так что говорю да нет все так вы же врач по сути правильно знаете анатомию лучше нас в тысячу раз монтажная пена выплеснулась бы у вас через уши если вам сейчас вставить в рот баллон тут если типа развивать эту тему то человек должен быть связан привязан потому что столько просто кретинизм какой-то что я даже не могу я я у меня такое впечатление что российские фейкометы придумывают что-то максимально кончено я просто чтобы она на голову просто не налазила ни одному нормальному человеку и просто вбрасывают это в свои паблики поэтому вы боялись украинского плена давайте теперь шо вам запенили ничего ничего не запенили почему у вас нога в гипсе в лангете потому что мне оказали первую врачебную помощь учи медицинский язык учи матчасть в лангете согласен тут я не прав а вы знаете что кракеном у вас там пугают в последнее время чуть ли не больше всего знаю что правый сектор уже куда-то отошел там айда про айдар тоже уже почти не говорят а вот кракен это самые страшные ну как вам отношения самых страшных я думал хуже будет ну естественно допросы запугивания да как ты хотел прийти на войну чтобы еще не допросов не знаю конечно я не жалуюсь особо но кормили поили курить давали не вы можете спокойно об этом рассказать о том что были допросы это для всех должно быть очевидно оккупант который пришел на чужую землю с оружием или там даже как его будут допрашивать и скорее всего его даже будут бить не знаю насколько сильно правда не сильно не сильно вот так пару подзатыльников дали нет но это для зрителя объясняем конечно когда берется чужой военный как минимум нужно у него задать вопросы кто с тобой еще есть на каких позициях это должны все люди понимать тут нету плен это не на тебе теплое одеяло этом покушать первое время безусловно происходят эти разговоры ну конечно нужно определить позиции кто откуда где сколько чего и кого и так далее то есть это обыкновенный обыкновенный процесс но при этом давали поесть давали поесть давали попить давали курить туалет нужды первое я не буду рассказывать как к нашим относятся в россии но просто дело в том что все то что россияне придумывают про нас они действительно делают с нашими пленами к сожалению обозвоку фантазии у них больше никакой нет они у себя там рассказывают что мы делаем с пленными то же самое но нет как видите относятся к вам цивилизованно ну так или вас вот хорошо вот вас взяли в плен вот вас там два дня я не знаю или сколько сколько вы в дней пробыли украгина дней 15 даже дней 15 что вас все 15 дней допрашивали нет первые три дня только первых три дня все здесь вы находитесь вас кто-то хоть раз трогать нет вот есть чувство голода легкая только но это из-за раны за перелома из-за раны перелом перелом чувство голода и перелом как идет восстановление организма хочется есть постоянно медицинская не а ну как вы можете оценить здесь питание питание достаточно для взрослого человека хорошо у нас проблема я везде написал она была в сети два часа назад вот сарты и телеграме я звонил на обычный номер там включается какой-то автоответчик и потом сирене силе есть так номер 8 8903 подожди да я остановлю но потом резать обрезать нет вы сейчас скажете просто я остановлю запись видео и остановить и там же надо остановить до 1 2 3 если ваша мама перезвонит появится дима я думаю даст потом поговорить давайте как-то завершим передайте что-нибудь другим желающим поехать украину пересмотрите свое желание поехать в украину мне серьезно народ не надо сюда ехать почему по каким причинам им нужно взять пересмотреть свое желание потому что то что происходит здесь на самом деле это что говорят у нас это две большие разницы вы говорили о том что половина населения лояльно относилась к вам купянске или в купинске как правильное удаление ты сказал сам купянске я сидел потом и думал каково время в купинске 50 процентов населения лояльно к вам относилась нормально до 50 процентов негативно а что вы знаете о взаимоотношениях с мирным населением вашей армии то что я знаю о взаимоотношениях людей с которыми я служил работал она была нормальная то есть покупали бензин по завышенной цене то есть все нормально не обижали не бряцали оружием то есть у нас это все нормально то есть люди в оккупированных вами городах и селах абсолютно спокойно продолжали пользоваться своими телефонами никто их не проверял никто не заводил в подвалы и кто там ничего не делал то что я видел такого не было никто на блокпостах их не проверял я повторю еще раз то что я видел такого не было понял я же и спрашиваю то что вы по завышенным ценам по завышенным ценам бензин литр 3 доллара это почти в три раза по завышенным ценам вот это как раз таки не суть я не знаю кто кто у кого что там покупал по по завышенным или по завышенным я просто общаюсь с людьми которые выехали как раз таки из тех территорий которые были оккупированы люди бросают все вот вообще просто все и выезжают оттуда а те из них которые которым не повезло не посчастливилось пообщаться с вашими военными рассказывает мне истории о них не такие как вы рассказываете то и все-таки заводили в подвал обращались к ним как плохо к ним обращались досматривали у них телефоны досматривали личные вещи если находили что-то похожее на военные или находили что-то похожее на переписку с военными с этими людьми могли потом происходить всякие неприятные ситуации это то что я слышу от людей которые выезжают из оккупированных потому что я не провоцирую эти беседы я могу этого человека встретить где угодно последний человек встретился мне на шиномонтаже шиномонтаж убежал оттуда бросил приехал в киеву строился на шиномонтаж сейчас вот здесь живет я понял люди просто меня узнают и рассказывают мне обо мне очень тяжело слышать от российских военных о том что они такие хорошие прекрасные когда я встречаю людей своих вот так которые мне глаза в глаза рассказывают как вы себя там бегите а что вы ели достаточно у вас было байков не брали ли вы что-то у мирного населения обменивали обменивали я понял армия купцов купеческой она серьезно вообще понимаете что вы реально в украине здесь не нужно не понимаю ну то есть 50 процентов населения которая относилась к вам нормально это люди которые относятся к людям с оружием уж понимаете да которые там находятся да а 50 процентов которые еще осмеливается относиться не сильно нормально они осмеливаются не сильно нормально относиться к людям к оружию а еще половина таких же людей вообще уехала потому что вы туда пришли я даже думаю что не половина а приблизительно такая история село насчитывает 300 человек 200 выехала 100 просто не смогло физически если не уничтожено силу физически да если еще всего физически не стерка с лица земли поэтому из этих 100 человек которые остались 50 которые относятся к вам вроде не так что плохо ну уж уж по-разному бывает к нацистам между прочим во второй мировой тоже не во всех селах советского союза относились не все относились крайне негативно были коллаборации еще еще какие видишь хорошо что затянули разговор что пишет нет я должен ее предупредить потому что она будет разговаривать под запись не спешить все цивилизованно как же должен значила записывать видеозвонок он записывается будет опубликовали дима ваш сын ну вы с ним будете разговаривать привет вы не увидите город где вы чтобы выйти остальное можете как-то все нормально как тут когда ты попал 23 что хотят ничего а что дальнейшее действие обмен а когда не знаю можно я объясню вашей маме чуть ситуацию добрый день меня зовут владимир позже или раньше не очень он в плену поймете находится он военно-пленный у тут нет такой возможности чтобы связываться в любой момент можно вам вопрос задать а как вы относитесь к специально и военной операции сложный очень да не все так однозначно мы попробуйте может быть выразить свое отношение она просто бросила трубку я не сбивал я что-то не то спросил у вашей мамы просто с темы перескочила с какой-то ну вот я с ней общался потом вы я до сказал о том что потом не получится позвонить и задал ей простой вопрос я бы вам дал бы дальше разговаривать это тоже отражено на всех наших видео у нас все такие разговоры нам же надо как-то что-то доносить на ту сторону вот я задаю простой вопрос как вы относитесь специальной военной операции так тяжело ответить я что-то оскорбительное сказал я плохое что-то сказал у нее просто мысли в голове не так она уже с вами разговаривает она говорит давай позже вот это меня немного смутило как-то заняты до особенно третий человек который какой-то день у нас такое впечатление что в россии что-то начали распылять последнее потому что первая мама сегодня вообще меня в жопу послала обозвала нацистами сказала что вам вы вы там фашисты вы разводите нас разговаривать с вами а этот рядом сидит кричит мама я хочу чтобы поговорить она бросает трубку 2 что там друг 2 2 2 пишем другу отправляем голосовые сообщения и так далее тогда в результате ему звоним спрашиваем вы слышали наше сообщение он говорит и чак ну и вот ваша мама которая разговаривает с сыном и говорит давай позже вы боитесь там чего-то так все панически что вы не знаю в чем дело не знаю может быть какой-то серьезно распыляют что-то или колят или подсыпают куда-то с вами со всеми случилось это беда ребят но это же вы к нам сюда пришли понимаете мы не обязаны к вам относиться хорошо мы не обязаны давать вам звонить это так в качестве жеста доброй воли мы делаем но с нами они разговаривают из россии как будто будто мы им что-то должны что за это как это вообще вы не можете диктовать никаких условий вы не короли мира ребят понимаете и ваша страна который вам рассказывает про ее величие это на самом деле просто просто очень большая по масштабам страна и все и все вот она большая да это правда вот и все величие она какой-то военный нет я понимаю они все там всего боятся все всего боятся это знаю я просто подумал может она работает в госучреждении просто что что она работа в госучреждении а как он она могла бы сказать впрочем ладно какая разница обсуждать что она могла бы сказать что она не могла бы сказать в общем ваша мама понимаешь что вы в плену да объясните пожалуйста она будет смотреть это видео потому что мы скинем ссылку как вам относится и все остальное вы уже объяснили объясните что и надо сделать понимаете что и на разве и надо пойти к вашим военным начальником и трусить всех вот так зашкирку мой сын попал в плен пожалуйста отдайте украинца вместо него который тоже находится в плену в россии и заберите моего сына верните моего сына домой потому что это абсолютно реально это главное на самом деле для чего мы сейчас делаем эти интервью чтобы как-то спровоцировать ваших людей на такие вот активные действия чтобы забрать вас домой потому что мы хотим забрать домой своих людей понимаю самое прикольное что она не перезванивает не пишет не перезванивает не пишет а я же тебе говорю что она ну она же в разговоре с ним позже но человек ходит гуляет она никуда не спешит как друг да ага а че мне этого не понять как вы думаете чего нет и она же не знала что вы в плену она увидела вашу фотографию увидела вас и какое-то у него есть еще второе дело что позже наберет я не знаю она судя по видео где-то там в поле ну не в поле ну надо же просто гулять на просто выходной день обыкновенный выход человек в свободной одежде говорить своему сыну позже поговорим ты знаешь я еще от пены отойти не могу серьезно просто ну когда я когда я читаю в паблике где-то какой-то тролль об этом пишет да это еще пол беды но когда мне врач об говорит человеку запенили рот запенили рот понимаете все заполнилось сразу же пеной она за по нам потому и монтажная пена что она заполняет сразу же каждую щель человек против такого не живет этого быть вы врач у вас есть какие то может нам вопрос нет вы с нами добровольно да ладно все